КОШКИ, КОШКИ, КОШКИ У меня в принципе вообще горит при виде друида Всем привет, уважаемые зрители, с вами Виге Как вы смогли догадаться, сегодня речь пойдет о друидах, а именно котах Сегодня речь пойдет о таком персонаже, как Идзинами Идзинами, ну тут опять непонятно на что ударение, но скорее всего на А Так вот, наш персонаж имеет 447 гир на данный момент И 2 550 ретика на текущий день Естественно в двойке, в тройке коты не нужны Ну за это хочу сказать спасибо Близзардам Не люблю я в принципе друидов, потому что мобильность слишком высока у них Невозможно догнать забой на то, что движется быстрее на 200% чем ты Коты, хилы, одно и то же, катят меня как нефиг делать Другое дело, я комментировал в данный турнир И там этот друид показал высочайший уровень своей игры Заваривайте чаек, готовьте печеньки Сегодня мы с вами посмотрим очень хорошие бои за кота То, как нужно побеждать своих соперников Я думаю, среди моих подписчиков точно есть любители посмотреть на ночь в летсплее А если ты сильно любишь Вов, так вот на канале Офтнайрс ты найдешь прохождение Варкрафта На канале очень много контента и самое главное, очень приятный голос и офигенное качество монтажа Офтнайрс, ссылочка в описании Итак, на турике Кракгара наша кошка одержала 8 побед среди 10 дуэлей Кошка проиграла только Монаху и Чернокнижнику При этом Чернокнижника почти завалила, но эх, к сожалению, не хватило крита Показывать дуэли, как дурят Убермага или Шимана я точно не буду, так как это долго Там обычное покусывание жопки А вот замечательные, достойные дуэли против Разбойника, Воина, Дыкея Я думаю, это надо заценить Поехали Так, ну что, господа, у нас бой Кошка Против кого? Я не могу понять, у меня... А, против Разбойника, ага Хотел сказать, не понял прикольно, каким образом Разбойник нашел друида Но я потом понял, что друид понял, что нету никакого смысла Ему сражаться против Разбойника в Инвизе Сидеть ждать, кто кого найдет Если намного проще тому же самому друиду войти в Медведя и ждать опана Разбойника Броней у него много Сейвы у него есть, все как надо, все как надо реально работает Вот Так Кстати, обратите внимание, сейчас Разбойник использует уклонение для того, чтобы дамажить шипы И кажется, ему это помогло Сейчас он использует фулы в Медведя Накинул в кота Малек Кошка тоже, кстати, агрессивно весьма играет в Разбойника Кстати, перед вами два класса, которые играют одинаково А именно, накладывают кропускания, всякие там доты, бледы, все херня А потом убегают за колонну и хилятся Но весь прикол в том, что Разбойник не так хорошо хилится И кайтит, как кот У кота в плане исцеления, в плане мобильности намного лучше, нежели чем у Разбойника И будем забывать то, что у кота намного больше доты действует, почти 30 секунд Это фишка кота 15% хп уже остается, ребята, у Разбойника Он использует инвиз Разбойник отходит немножко в другую сторону Использует свои мувы, но на нем все еще висят доты Дует вешать на него способность, которая не позволяет ему войти в инвиз Попытался несколькими ауешками найти его в инвизе И у него это получилось Рога использует ауеш способности, потому что кот вошел в инвиз Кот делает чардж, прыжок, у него остается 9% хп, 8-11 Рога прыгает за спину Использует исцеление Отдает оглушение удар по почкам в медведя Кстати, обратите внимание, насколько быстро друид переключает кнопки То есть, доли секунды назад он был в коте Бах, во время оглушения он уже в медведя Насколько четко этот друид использует свои комбинации Ровно в момент оглушения он уже знает то, что будет прямое оглушение Он переходит в медведя, это офигенно, это реально офигенно Ну и соответственно оглушение Несколько больших укусов, царап Разбунник сам убивается об медведя в шипы И все Кошка со 100% хп Побеждает Разбунник Это сильно, пацаны Это реально сильно Господа, господа, уважаемые зрители Все, это решающие моменты Сейчас на ваших глазах мы узнаем Кто на конец 2019 года Среди любителей дуэлянтов Также любителей денег Займет первое место Кто же станет чемпионом У них одинаковые очки По проигрышам И по выигрышам А всему виной тому, что Воин выиграл ребята ДК У ДК Стало На один проигрыш больше И поэтому Уровняли шансы По моим прогнозам По моим прогнозам Кошка выиграет Потому что это Черт возьми кошка Кошка выиграла воина У них в принципе Есть такие проигрыши Поэтому мне кажется Ребята Что сейчас На данный момент Если вот Кот Сделает ошибку Он проиграет Если он не допустит Ошибки Если он выиграет Все Это победитель пацаны Друид один на один И будет являться Самым лучшим Я конечно же Как воин Болею за воина Хотя Мой друг Сайрус И я должен болеть за него Но В реалиях Я понимаю Что скажется Кошка у нас выиграет Кстати Очень сильно Дамажит ребята воин Ой шипы Найс Рефлекс шипы Подожди Подожди Он в рефлекте Шипы У него остается 30% хп Закидывается малик Так И корни Вихри Да ладно Да ладно Подожди Как он это делает Как он это делает Как этот воин побеждает кота Я не понимаю Что это за бредни такие Так он делает чардж Прыжок Оглушение в ответ Стан Вот смотри Сейчас произошел Такой интересный случай Когда кошка Включила шипы А воин использовал рефлект Это очень правильно На самом деле Потому что Очень много урона В итоге в ответ Получает себе кот Воин отходит В максимально Самый дальний угол Это действительно Очень правильно Это делается для того Чтобы воин Точнее кот Не ушел за колонну И не смог Получается кот Очень хорошо Откатить вара Потому что Единственная возможность У кота На данный момент Это именно Бледы на варе Бледы на противнике В данный момент И кайтить Просто банально Кайтить Кошка Кошка сейчас Не дает вару Выйти из боя У него Фулл хп У кота В то время как У вара Ребята Они фулл хп Постоянно кидает В него Маленькие болезни Маленькие дотки И поддерживает На нем Минус урон Так Кошка опять Делает прыжок В лицо Делает минус Устрелений Это сейчас Был Снежок В ответ Хорошо Но будем не забывать То что сейчас В 2к 19 году Есть такая возможность Как азеритовая эссенция И воин Уже способен Поднимать себе Со временем Лицо Когда тебя Долго кайтит Ты можешь Раз 30 секунд А то и чаще Раз 15 секунд Кидать себя Азеритовую эссенцию Первые две Азеритовые эссенции Похилят тебе Около 30-50 тысяч А следующая Третья Если она кританет Ооо Она может тебе И 100 тысяч Отхилить Это очень сильно Так Сейчас воин Долбился в шипы С тем Учитывая что там Был рефлект Но это не очень хорошо Сказалось на его Количестве хп Но друид Ребят Ну невозможно Догнать того У кого мобильности В 15 раз больше У воина К сожалению Есть чардж КД 20 секунд Есть прыжок КД 45 секунд Что есть у кота У кота есть Сука все Но пока что Вот знаете Не знаю Может пока что Все дело в демпенинге Или еще в чем то Но кошка Почему то проигрывает Я не верю Как будто кота Поменяли Вчера этот кот Просто как бог Победил всех Сегодня что то С ним не так Ну облизывает Пока что Облизывает колонну Видно то что У кота все хорошо Он Хилится Но не дает Ребята Не дает воин Просто так Пощады Этому коту То есть С одной стороны Фури воин У него нету Бледов У него нету Доты Это не аром С другой стороны Мы не забываем То что у него Два гитику О сука Как же они больно Вешают доты На противника Если кто не знает Гитику Это выручное оружие И его способность Заключается в том Что он вешает На 10 секунд Большую Глубокую рану Которая Если кританет Может даже 20 тысяч Нанести А это Фури воин И у него Черт возьми Два И это Очень больно То есть Шанс Прока К пропускания На друге Ну Фактически По кд На нем Эта способность Висит Вот просто По кд Так Хорошо Но Будем не забывать То что воин Хилится за счет Кровожадности Мобильность у него Весьма слаба Кот очень хорошо Хилится И плюс У него есть Мишенька У него есть Шипы Это очень Можно сказаться Во время Атаки Вара Каждый раз По сути Кот себя Это делает Но при этом Воин тоже Не глупый В это время Он использует Рефлект То есть Я не помню Сколько длятся Шипы Но 3 секунды Кот сам себе В ответ Шипы Дамажит Это неприятно У Вара Фулы Загорелся Фулы Загорелся Рефлект Вот прямо сейчас На ваших глазах Вы видите Как шипы Дамажат В ответ Друида Хотя у него Повышается ХП Потому что Банально Использует Медведя Воин Дорвится В шипы Отдает Медведя Малик Медведь Ну Кот Спокойно Просто переживает Весь Полный Урон Войну Медведя У него ХП Даже не упало С учетом Малика Ниже 70% ХП Отдается Стан И 3 секунды Дорвежки В задницу Друида При помощи Вароски Други Тику Увеличались Тем Что у Друида ХП Стало Больше Банан Так Хорошо Кошка Опять уходит В инвиз Воина Дает Вихрь Оглушение Бледы И опять Кот Убегает И опять Корни Вот и все Вся тактика Понавешал Несколько Призрачных Лунных Огнев Понавешал Бледов И со временем Ты умираешь Опять Медведь Опять Шипы Опять Рефлект Ну В принципе Чего еще Ужидать Я кстати Очень сильно Удивлен Что воин Настолько Живучий Возможно Все таки Сказывается У гир Большой опыт Игры Все таки Не забывайте То что воин У нас Сейчас играет На рейтинге 2700 и выше На данный момент Во всех Прейкетах Так Берет глазик Он видит кота Опять отходит Подальше Нет На этот раз Он не решился Уходить подальше Дабл стан Получает Два противника Начинает Дамажить Ассасиус По кошке Кошка играет От кайта Ну это в принципе Правильно Невозможно Победить противника За кота в лицо Можно только Его от кайтить При помощи Кропускания Нахилил Нахилил себе Кошка лицом Всякими Всякими Друзовскими Сцелениями Потанковал Немножко Вароча Побил ему Немножко Лицо Но Вара ХП вообще Отказывается Заканчивать Пацаны Так Вижу Рефлект Вижу Опять Шипы Кстати Самая лучшая Тактика Дорбежки В шипы Это Рефлект И вихрь Клинков Вот это Может снять Банально За 3 секунды Други 50% ХП Воин Настолько Самоуверенный Что отдает Фуллы Но Я вижу Уже Близок Конец Близок Ребята У Вара Все дело в том Что воин Уже отдал Все У Вара Ребята Нету Исцеления В этот же момент Я вижу То что Друид Тоже испытывает Небольшие Проблемы В смысле Исцеления То есть Понимаете Каждый раз Когда Друид Пытается Похилиться Каждый раз Когда Друид Пытается Хоть что-то Сделать С собой И ставит Медведя Он не дамажит Вара А для Вара Это только плюс С одной стороны Ты не пробиваешь Друида С другой стороны Ты хилишься То есть Понимаете Воин хилится За счет каждого С 4 секундным КД Кровожадностью По 5% ХП По 3 По 5% ХП От чаржа Можно и 15 поднять А если под Всякими Проками То можно еще больше Потому что Это имеет смысл Критануть Да Но критует Хилка Вара критует В процентом Соотношении Так Хорошо Вижу Огрушение На Друида Друида Очень опытный Вы можете обратить внимание Возможно он использует Тандоны Омнице Для того чтобы Отлеживать Касты противника То есть Он заметил Что сейчас У воина Будет стан И прямо В момент Стана Он использует Медведя То есть Либо в момент Полета У него Автомакрос Выкидывает его В медведя Либо еще как-то Но он Во всяком случае Танкует Превосходно Просто превосходно Танкует Да Банально Вот так вот Выходит у нас Воин Из Замедления Я кстати Немножко не понял Как он вышел Из замедления Возможно там Все таки Висят какие-то Бледы Невозможно Стоять в корнях Если тебя Кто-то Очень много Дамажит Кстати Через 5 секунд У Вара Будет исцеление Ребята Через 5 секунд У Вара Будет исцеление Сможет ли он Это реализовать Грамотно Он делает Чардж Пока что Не отдает Исцеление У Друида Внезапно Назревают Небольшие проблемы Как сказал бы Сейчас Дима Рэйвис Я очень сильно удивлен Тем то что Воин Сейчас начинает Реально просаживать Намного дальше Я вижу тактику Цикатичи Воин применяет Сейчас тактику Цикатичи Он отходит Очень далеко И пытается Сюда заманить Друида То есть У Друида Сейчас очень большое Будет расстояние Бинты Внезапно Воин Использует бинты Вот это сейчас Очень было грамотно Так Огрушение от кота И опять Кайты 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 А как неприятно Ребята Как же неприятно Не хватает Дистанции Героического прыжка Чтобы сделать чардж Воин это понимает Опять отдают вихри Кошка уже успела Войти в инвиз Думает Думает кот Минус 28% Костролению демпенинга Точнее 35 минут 35 секунд Начинает заговориться Огрушение По По вару В ответ Стан Не ребят Дурит превосходно играет Он в момент Полета Штормборта Успевает С кота Перейти в медведя Конечно это занимает Долю секунды Но Вот ты так явно Не сможешь делать Так хорошо Что делает Поднимает себе лицо Резко успевает Войти в инвиз Отдать оглушение Вару И опять его закайтить Включает полетку Воин использует Своё замедление Оно у него Имеет дистанцию Потому что это крик А не Подрез ухожилий Допустим Как у аромс воина Начинает немножко Агрессировать Инстатринкет От друида Хорошо Воин кстати играет Без тринкетки Воин играет С минус 20 Стреляет в себя Зритвую эссенсу Поднимает себе Немножко лицо У вара Ещё есть хп У вара Ещё есть исцеление Но видно то что Хп у вара Потихонечку уменьшается То есть понимаете Смысл так А я куда то улетел То есть понимаете Смысл таков Что сейчас Воин живёт За счёт Кровожадности И азеритвую эссенции Со временем Минус исцеления Становится всё больше И Он перестаёт Хилиться А бледы то тикают Урон никуда не денется То есть понимаете Друид Друид Он закайтит Ну невозможно Друида Особенно когда она Близзывает колонну Ну невозможно Это должно Какое то чудо Произойти Так ещё одно Оглушение Я кстати слышу Звуки Это говорит о том Что мой персонаж Находится Вот в этой Вот в этой ветке Так вижу чардж Начинает опять Дорбёжка Я вижу то что Там пропускания В большом количестве Висят на варе Воин даже использует Стан Оглушение А медведь просто стоит Друид просто стоит В медведе И танкует на изи Ему вообще пофигу 38% демперинга У Друида кстати 50% хпв на 100% Вижу Рефлект и шипы И И малик Воу 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 Вот это камбэк Внезапно зелитовая эссенция Выстрелит Друида У Друида Погоди Погоди Да ладно Не Не может быть Не может быть Нет Подожди Инвиз Да Инвиз Всё Он ушёл Спасся Спасся Вот не хватает Конечно доты Или какого-то Жёсткого Кропускания Вару Фурику Ооо Это Это было почти Пацаны Я Я Пацаны Это 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 не природка Нет Это было почти Охренеть Вот это Называется Реальный въезд У Друида Есть-то И сейчас Большой минус В том Что Друида Не может себе Позволить Бегать Больше 20 секунд В инвизе Есть такой Правер У нас на стриме Дабы банально Гибрид не отхилил Сейчас себе Фул жопу Опять шипы Опять рефлект Вот Ребят Знаете Вот запомните Хорошая комба Против Друида Это Когда Друид Вешает на себя шипы Ты внезапно Включаешь Рефлект И Малик Ещё в ответ Вот тогда Кошке реально Становится очень больно Кошка накидывает Все возможные Фулы Вара Войн Доли секунды Включает вихрь Выключает Чтобы выйти Из корней И всё Кошка опять побежала Внезапно Штормборд Сквозь стену Тринкует Воин Точнее Тринкует Друид Ещё на лёгкое оглушение По вару И к сожалению Ребята Это вин Друида Всё У Друида Остаётся 50% ХП У воина Остаётся уже 20% С тем учётом Что у него уже КД на исцеление КД на ХП Кстати А вы знаете А хотя подожди Подожди Не-не Всё оглушение И да-да Это стопроцентная победа Я хотел сказать Что у воина Буквально через 5 секунд Откатилось бы исцеление Но с таким демпенингом Он бы себе лицо не поднял Итак ребята Последний бой У нас остаётся У меня камера Почему-то следит Вообще непонятно куда Можно мне пожалуйста Смотреть на противника Спасибо огромное Всё ребята Видим кота Видим Сайруса Если Сайрус Сейчас проигрывает Мы понимаем Что кот занимает первое место Воин второй И ДК третье Так Но Будем не забывать То что Кстати с ареной Я бы не сказал Что повезло Довольно маленький Пилавый ребята Друид тут не очень хорошо Будет кайтить Хотя с другой стороны Блин я реально не знаю Ребят Очень маленькая Колонна Очень маленькая колонна То есть Друид как бы С одной стороны Бегает вокруг ДК С другой стороны Его в это время Доргут питомцы Понимаете У Друида уже резко Остаётся Около 50% ХП Ему реально больно Каждый раз Когда Друид Подходит к ДК Без инвиза ДК начинает Поднимать себе лицо Ещё будем не забывать Такую возможность То что Кошка постоянно Уходил в инвиз Против воина Потому что Не было Возможности Его дамажить Но это ДК И Кота Дурбит два питомца То есть У Кота много проблем Первая Это маленькая колонна Вторая Это то что ДК вешает болезни И обладает Не только ближним Но и дальним боем Третья Это то что Он по КД Вешает на него Минусы стреления Некроту И вот эти вот Хоточки Что висят на коте Не так хорошо Работают А четвёртое Это Это питомцы Это реально питомцы Кстати Вот Есть очень прикольная Фишка в том Ещё что Он использует Зелёнку Каждый раз Когда Друид Использует шипы То есть С одной стороны Зелёнка Длится дольше И ДК Может было Больше Дамажить В кота В то же время Я понимаю Что кот В это время Сам себе В лицо Не получает Но пока что Вы знаете Всё хорошо Всё хорошо Кот Каким-то образом Каким-то чудом Всё ещё переживает ДК Опять призывает Питомцев Опять пытается Удогнать И использует Блаждающий дух Чтобы догнать Его Ну невозможно Догнать кота Ну невозможно И ДК Гниёт от дот Посмотрите на него Видите как капает ХП у ДК Оно уменьшается Ребята Оно уменьшается А всё потому что Кот подавешил Большое количество Бледов на него Так Вижу оглушение Медведя Медведь пытается Хоть как-то прожать Да Так я и сказал Буквально достаточно Трёх секунд Чтобы ДК Восполнил себе лицо Если будет Дурить стоять возле него И то и произошло Дурить Не успел Решифтнуть медведя Резко войти в кота И убежать от ДК И ДК Поднял себе лицо А было то у него Порядка 50 А там уже до 80 Поднялось Кот опять Агрессивно начинает Играть по ДК У ДК Останется 50% ХП Сейчас опять Возможно Войдет в кайтинг И ДК Будет дальше Больный укус от кота По заднице По стрингам В латах По ДК Оглушение Зеленка Тринка Асбаунд КД еще Еще один больный укус Под оглушение 20% хп остается Все Кот дожимает Нет Нет Что произошло Да Тринка в оглушение Все Дурить решил не рисковать Дурить решил не дать возможности ДК похилиться Он умирает от бледов Ребят Он умирает от бледов Все Все У него нет возможности Это победа Это победа Все Он Он просто убил его за счет бледов Нами занимает первое место На нашем турнире Вот такие вот специфические бои Оказались у нашего друида И вот таким макаром Наш кот победил За счет облизывания колонн Да Возможно на родном месте ДК бы и воин Переехали бы этого кота За милую душу Но это арена И тут свой закон В комментариях Под предыдущим видео Попросили показывать Полные бои В тот момент Когда я показал воину Против мага Все сказали Нет Санька Давай целиком Поэтому бой Воина с друидом Был полный Долгий Необрезанный Наслаждайтесь А все остальные бои Против кастеров Кроме чернокнижника Были именно вот такие Очень быстрые Друид их перекатал Просто как асфальта Укладчик Не забывайте Делиться видео с друзьями И писать в комментариях Какие следующие бои Вы хотели бы увидеть А на сегодня все Спасибо за ваши мощные лайки И подписку на мой канал Ну дабы вы не пропустили Следующий видос А на сегодня все С вами был ваш Виге Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok